доброе утро дорогие друзья сегодня у нас 8 ноября последний день коридора затмений нужно как-то это пережить не выходить за рамки своих эмоций держать себя в узде как говорится думать о хорошем ну и конечно делать добрые дела вот такая красивая картинка у меня ноября на ноябрь месяц вот я думаю что это какая-то сибирская речушка с ее тайгой с ее лесами в общем любуюсь на эту красоту встала вот буквально 5 минут назад что-то я как-то в последнее время очень долго сплю а здесь закипает чайничек сейчас будем пить кофе вчера натушила вот таких овощей здесь капуста брокколи морковка я о них вам уже рассказывала очень просто покупала такие пакеты в светофоре по моему по 160 рублей и прям вот можно с майонезиком с хлебушком красота сейчас зальем кофеюк ой попасть бы камера запотела от кипятка вы мне пишите лена снимайте видео каждый день даже если видео ни о чем они в последнее время у меня ни о чем нам очень нравится слушать ваш голос друзья вы не представляете как мне приятно это слышать что вы просто хотите слышать мой голос и слушать мою болтовню ни о чем буду стараться снимать каждый каждый день видео несмотря на настроение хотя я никогда не снимала видео когда у меня не было настроения старалась в эти дни как-то уходить в себя чем-то заниматься какими-то делами но не снимать ролик конечно же вы чувствуете это настроение мое наверное но у многих но друзья надо все равно верить лучше надо верить в будущее будем как-то жить и будем заниматься творчеством и будем радоваться каждому дню нашей жизни как же мне нравится наша кухонька да и вообще наш домик очень красиво мы с лёшком все сделали и уютно а здесь остались распущенные моточки клубочки написал мне антон стедекора сказал что посылку скоро отправят нет ловца снов я там заказала заготовочку ловца снов не только там пряжа будет идти там еще и ленточки есть еще там я что-то заказывал какой-то клей попробовать вот так что посылка придет конечно же покажу и будем вязать продолжать с вами коврики на лето а когда их еще связать если не зимой весной и летом будет некогда а там построиться терраска а вот они и коврики готовы вот они мои красавцы вы знаете они даже вот когда просто так лежат стопочкой а их же будет много даже просто как антураж очень красиво смотрится просто в стопке друзья вчера постирала я эту шапочку посмотрите резиночка выровнялась все вот эти оранчики все выровнялась я потом померяю скажу результат она еще немножко сыроватая эта шапочка вот но дело в том что у меня ее забирают вчера я позвонила дочери по ватсап и ну показала когда она еще не была постирана не она у меня ее выпросила мама мне под мой черный пуховик как раз вот это серая шапочка ты 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 ну конечно она любит и серый черный цвет вот почему-то я и вязала розовую шапочку розовая и белая была ну под ее серо-голубые глазки наверное она права в общем скорее всего анечка заберет шапочку я нитки еще не прятала в общем я их прячу как после стирки мало ли вдруг придется распускать вот вдруг что-то растянется потянется поэтому убираю всегда ниточки после стирки но посмотрите может быть пряжа такая такие корявые были как бы петельки у меня я вчера себя ругалась думала что это просто ну потому что долго не вязала и наверное разучилась я вижу друзья восточным методом и тоже думала забыла вообще буду смотреть свои ролики нет ручки все вспомнили все хорошо вот теперь буду думать может быть связать какой-то опять себе же теперь нужно шапку я же без новой шапки осталось вот но у меня уже нет такой хороший пряжи буду что-то там нарывать может быть что-то смесовать и буду тоже вязать себе шапочку с аранами скорее всего вот но придет дочь я не знаю может быть ей поставить условие что давай нам про про афиширую эту шапочку на себе пройдись по подиуму она же не хочет с сниматься вот ну если нет придется показывать ее на себе с полечка пришла со мной посидеть да сегодня чё там у маруси какой-то был рвотный рефлекс наверно нужно повторить глистогонную таблеточку что-то мне это совсем совсем не нравится да вчера звонила наде надя уже в декрете надя это доктор ветеринар принимает всего два часа в день с 5 вечера до 7 вечера я так понимаю она уже родила может быть собирается в общем все увижу на днях вот сегодня я конечно же не записала морозку в общем по записи вот она наша красавица бомбом ей нравится сегодня не хороший день лунное затмение для хирургических вмешательств я во все это верю вот поэтому на русику скорее всего вот во первых таблеточку я еще одну дам от глистов вот вот так вот мы включаем выключаем у нас здесь самообслуживание до шпулька вот что теперь делать теперь же ты мне будешь включать и ночью и днем и когда тебе хочется да вот так вот так вот я не знаю там-то хоть привязать можно было здесь придется тоже вот так вот что то делать иначе да сейчас скорее всего здесь вот так зафиксирует чем-то и будем включать вот так выключать потому что из царапает обои шпуля сейчас буду бороться с этим буду как-то с этим бороться вышла на улицу надо выставить баночку сегодня привезут молочко и решила пройти посмотреть ну так ветерок немножко есть но не очень холодно может быть сейчас оденусь и пойду хоть чуть-чуть прокопаю на днях приезжает лёшек но лёшек как приезжает всегда этот дождь вот хоть чуть-чуть хотя бы вскопать тут немного вот здесь бы прокопать вот до этих парничков я даже не стала убирать думаю чё их убирать на следующий год опять станет вот под лучок вот здесь вскопать да под капусту под помидоры можно и не копать вот здесь те же лунки взрыхлеть землю да и все чего его копать а вот под картошечку обязательно надо вскопать картошечку и вот тут перчик скорее всего также будет ой все нет нет листьев как-то хмуро не люблю я вот эту ноябрь он такой весь серый скорее боже снежок пошел морозит вот эту ветку еще надо спилить оставшуюся от этого тополя ой петушок кричит вот в общем если на этом ролик друзья закончится чтобы мне не монтировать пусть коротенький но я с вами поговорила потому что если я пойду копать это на целый день и мне некогда будет монтировать ролик поэтому вот вам поснимаю одним кадром ролик но это я так если что ой ну как же нравится мне наш домик как же красиво я вот это все сделала придумала обошлись мы без этих наличников с кирпичиками ну ладно сейчас выставлю пойду банку цветочки здесь мусорка поехала вот каждый день у нас убирают мусор друзей за эту услугу мы платим всего 125 рублей в месяц вон она сейчас остановится мусор соберут и все ладно не буду ребят смущать то все скажут что она там снимает еще здесь порядочек наводить но ничего потихонечку вообще сколько работы мы за год переделали это нормально чтоб полисадник в бардаке пока манька манька ты что испугался манечка ты что испугался это я я фуфайки в страшной да я сидел на окне увидел меня что я снимаю или вообще кто это и спрыгнул испугался ой ладно банку выставила что-то молока у меня много стало оставаться ну делаю кефир или простоквашу делаю творожок так что на сыроватке этой жарю блинчики вот недавно опять делала с творогом так что домашнее молоко из него можно все что угодно сделать ну и вершок сметаны шпулька кушает мясо ну покажи как ты лапы вытаскиваешь покажи хе-хе-хе-хе да еще хочу ответить на комментарии друзья как же мне хочется поотвечать вот этим всем осведомленным что у меня проскакивают слова украинские и в россии это не любят как же вы ошибаетесь друзья у нас в россии любят кстати суржик и вот эти мои слова я очень часто даже если вы заметили украинские слова я их люблю и иногда вставляю их в ролики и вы знаете я ничего друзья не боюсь и вот этот мой суржик вот этот немного мягкий говор диалект поверьте он нравится людям аня встречалась с парнем так они у меня специально начала шокать здесь именно в москве такого не замечала здесь специально и этот парень ей сказал что мне так нравится когда ты говоришь вот какими-то такими словами так что уберите вашу злобу все же возвращается понимаете и я не скрою мне нравится украинский язык и украинские песни и мы не делим людей и язык понимаете это вы сносите памятники это вы запрещаете русский язык это вы боитесь понимаете то о чем говорит человек это на самом деле его страхи а мне бояться нечего и украинский язык здесь совершенно ни при чем как и все другие языки как и русский молдаванский и так далее вот но я бы ответила вам больше но опять опять будет развиваться эта тема этот негатив я не хочу единственное что еще добавлю а почему же вы не сказали где ваша мама вам откуда ваша мама вас запрещают вам запрещают это вы боитесь говорить вот типа такого нет почему я скажу моя мама то есть ее мама родилась в ростовской станице вот правда муж то есть отец моей мамы был из города сумы это украина так что моя мама наполовину по папе украинка а по маме русская вот в моей крови уже намешано еще меньше украинской крови так скажем но дело не в этом было бы ее больше или меньше какая разница друзья почему вы делите людей на национальности прежде всего я женщина я человек понимаете а вы возомнили себя надзвычайной нацией это особенной или особой нации как вам сказали и вы теперь уже боги вы уже дошли до того что даже христос был украинцем вот до чего дошло вы уже в море выкопали вы много чего понаделали вам настолько перевернули написали для вас историю и вы в нее поверили ну я понимаю молодежь но на моем канале люди за 50 вообще-то я смотрю меня смотрят 55 и выше возраст вам то как это в общем сложно будет сложно будет вообще добиться мира и вообще как бы переделать мозги в которые вбивалась 30 лет непонятно что вот эта русофобия будет очень-очень сложно очень сложно еще впихнула маруське еще одну таблетку не знаю может быть таблетки недейственные ой не знаю что делать может быть дронтал купить ну видите все же упирается в деньги это стоило по-моему 200 рублей здесь 210 что ли 6 таблеток каждая таблетка на 5 килограмм веса животного вот не знаю ну дала ей целую хотя она на 5 килограмм маруся весит сейчас где-то 3 800 не стала я даже что-то там убирать из таблетки на свой страх и риск потому что один раз при ее рвоте друзья я их увидела представляете жесть конечно вот два раза уже ее глистогонила но видимо вот нужен был и третий раз потому что перед операцией обязательно нужно проглистогонить и спасибо Леночке которая мне подсказала Лена смажь таблетку Лена или еще кто-то растительным маслом просто открывай рот быстренько на корень языка немножко закрыть носик чтобы получился вот этот глотательный рефлекс и все я так сделала наглотнула за буквально за секунду но вот завтра послезавтра повезу ее на стерилизацию друзья давайте скажу по шапке примерка будет скорее в следующем ролике все-таки пойду копать я огород значит весит 88 грамм из них 60 грамм вот эта пряжа итальянская шнурковая и вторая вот медара я вам показывала вчера легенькая хорошая хотя по мастер-классу там у девушки больше шапка весит вот что значит вязать спицами большего размера в итоге получается легче потом окончательные результаты легче шапка там у нее я еще даже переживала что мне пряжи не хватит по-моему стоили 120 грамм у меня же 88 грамм она легенькая в длину она 36 сантиметров после стирки резиночку я вязала 16 сантиметров после стирки она стала 15 сейчас скажу ширина в ширину 21 здесь 92 петли спицы были 4 с половиной потом перешла немножечко отвязав на пятерочку и потом вот это вязалась 5 с половиной очень хорошая шапочка сейчас померяю нет не сейчас не померяю она сырая хотела в зеркало показать но дело в том что если я переключусь на фронтальную камеру мне придется монтировать ролик а я хочу все таки пойти покопаться в огороде надо скопать немножечко огород сейчас одену ватные штаны и потихонечку пойду ковыряться все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока